Ой, это есть ваша заколдованная принцесса? Да нет, это не она. Да вы не расстраивайтесь, ваше высочество. За сто лет каждый состарится. Конечно, она далеко не красавица. Ой, она не спит. Это я не красавица? Ну, у всех, конечно, вкусы разные. Подождите. Вы злая колдунь. Вы заманили нас к себе. Мне это нравится. Сами пришли, разбудили. Э, тебе чего? Кушать подано. Пошел вон. Ясно. А вы тогда ложитесь, а мы потихонечку пойдем. Не будем вам мешать. Подождите, куда вы? Подождите. Ну, такие редкие гости. Обижаете. Обижаем. Вы, вы во всем виноваты. Вы повсюду сеете зло. Вы превратили королевство в сумасшедший дом. Вы заколдовали принцессу. Но я люблю ее. Люблю. И все равно поцелую. Ой, что это вы? Посмотри на себя. На кого ты похож? Ты же старик. Она испугается тебя и убежит. Да не слушайте вы ее, ваше высочество. Это у нее просто зеркало такое специальное, чтобы людей обманывать. Я вот уже посмотрел на себя. Но с картошкой, уши, Тарчиковым, безобразие какое-то. Нече на зеркало пенять, Клеш. Она вас обманывает. Это она нарочно. Ты поверишь, лепет у этого глупого младенца. Это кто тут глупый? В самом деле, я ведь знаю эти дурацкие предрассудки. Ты поцелуешь ее, и девушка из благодарности останется с тобой. И будет всю жизнь мучиться со стариком. До того ли она спала сто лет, чтобы отдать свою молодость дряхлому старику. Возможно, она полюбит кого-нибудь. Молодого, сильного, стройного. Но она будет мучиться, будет страдать, чтобы не сделать больно тебе. Она вынуждена будет кормить тебя кашками, прогуливать во дворцовом парке. А ей захочется бегать, прыгать, веселиться, петь. Но она вынуждена будет катить инвалидное кресло, в котором будешь сидеть ты, старая развалина.